Шалом! В 23 главе Матфея сам Ешуа говорит. Эту точку зрения на протяжении последних как минимум 50 лет высказывают различные еврейские исследователи Нового Завета. Ее озвучивает также Пинхас Полонский в своей книге «Еврейский взгляд на христианство». Серьезных аргументов у него там нет, только общие рассуждения об исторической недостоверности о Евангелии, на мой взгляд, рассуждения очень туманные и неубедительные. То есть книжка не научная, а пропагандистская. И цель автора там совершенно понятна. Продать еврейскому читателю под этим этаким квазиученым соусом старую идею о том, что Ешуа он никакой не мессия Израиля, и уж тем более не божественный мессия, а просто харизматический раф эпохи второго храма, ну типа вот Ханина Бендоса, был такой Ханина Бендоса, харизмат еврейский в те времена, вот Ешуа из этой породы, из этой категории. Подчинение фарисейскому учению, примером которого якобы был сам Ешуа, и к которому он якобы призывал своих учеников, кажется привлекательным и некоторым мессианским евреем. На практике это сегодня означает ортодоксальный образ жизни, поскольку наследником фарисейской традиции является ортодоксальный иудаизм. Но давайте пока оставим практическую сторону дела в стороне и повторим главный вопрос. Был ли Ешуа и в самом деле одним из фарисеев? Другими словами, был ли его конфликт с ними чисто внутренним? В предыдущей программе мы сказали, что против такой позиции очень убедительно свидетельствуют два фактора. Намерение фарисеев убить Ешуа и наказ Ешуа своим ученикам остерегаться учения фарисеев, а также вообще его крайне жесткий тон и лексика, который он употреблял, обращаясь к самим фарисеям. Называя своей семьей тех, кто исполняет волю Божью, с одной стороны, и заявляя, с другой стороны, что фарисеи волю Божью о себе отвергли, Ешуа отмежевался от них совершенно недвусмысленно. Итак, его конфликт с ними – это не внутрифарисейский конфликт, хотя и, безусловно, внутриеврейский, внутрииудейский. Но в чем же были его причины? Традиционный христианский стереотип рисует Ешуа и фарисеев этакими полярными противоположностями. Ешуа – хороший, фарисей – плохий. Ешуа – от Бога, фарисей – от дьявола. Ешуа – за благодать, фарисей – за закон и так далее. Однако стереотип – это штука неблагодарная, и сами Евангелия свидетельствуют о том, что фарисеи не были единодушны в своем противостоянии Ешуа, и у него были среди них как минимум сочувствующие, если не сторонники. Далее Ешуа совершенно ясно также говорит о том, что пришел не отменить закон, то есть Тору, а исполнить, довести до полноты. И учитывая, что Ирмияху, то есть Иеремия, когда он говорит о Новом Завете, он рисует картину, в которой Тора не заменена на благодать, а по благодати вложена в сердца, понятно, что Ешуа и не мог взять, да и отменить, упразднить ее таким легким движением руки, перечеркнув и это пророчество, и еще многие другие. Итак, письменная Тора не была камнем преткновения в отношениях Ешуа с фарисеями. Была ли им устная Тора, то есть неписанная еврейская традиция, которая примерно около 200 года нашей эры была записана раввином по имени Иуда Анасим? Да, но лишь отчасти. С одной стороны, Ешуа, безусловно, критиковал фарисеев за то, что отдельные их постановления фактически отменяли заповеди письменной Торы, как это было в случае с так называемым Карбаном, описанным в 7 главе Евангелия от Марка. С другой стороны, как я говорил в первой части программы под названием «Ответ по Лонскому», Ешуа не отвергал всю еврейскую традицию на корню и придерживался сам некоторых неписанных обычаев, как об этом и свидетельствуют евангелисты. Но даже если бы он и отвергал всю устную Тору, это не объяснило бы желание фарисеев устранить его. В конце концов, у них под боком были саддукеи, которые считались евреями, несмотря на то, что они признавали исключительно пятикнижие, то есть письменную Тору, они не признавали, что там, устную традицию, не признавали даже пророков. Таким образом, не трактовка Торы, письменной или устной, была причиной конфликта Ешуа с фарисеями. Тогда что же? Ответ на этот вопрос связан с лейтмотивом служения Ешуа. О чем он говорил чаще всего? О том, что нужно любить всех, в том числе и врагов? Нет. Его этическое учение при всей его важности было производной от основной темы, от радостной вести о Царстве Божьем. Весть эта заключалась в том, что время настало, и Царство Божие приблизилось. В чем же тут, с точки зрения фарисеев, был криминал? Ведь Танах говорит о том, что Господь, Бог Израиль, есть Царь. И в так называемое последнее время он воцарится, как над народом Израиля, так и над всей землей. Причем воцарится на веки. Так что ни в самой идее Царства Божьего, ни в вести о его приближении, ничего юридического фарисеев смотреть в принципе не могли. Однако в проповеди Ешуа был один очень существенный элемент, который их не мог не насторожить. Чтобы увидеть его, давайте прочитаем следующие стихи. До времени Йоханана были Тора и пророки. Отныне провозглашается добрая весть о Божьем Царстве, и каждый всеми силами старается, стремится, простите, войти в него. Однако скорее исчезнут небо и земля, чем хотя бы одна черта буквы в Торе утратит силу. Йоханан, о котором Ешуа говорит здесь, это его двоюродный брат, погружавший людей в реку Иордан в знак очищения от грехов. В русской традиции это Иоанн Креститель. Этими словами Ешуа, не отменяя авторитета Торы и пророков, подводит под ними определенную черту и говорит, что служение Йоханана знаменовало наступление нового времени. В чем же была новизна? Новизна была связана с ним самим, то есть с Ешуа. Ешуа, предвестником которого был Йоханан, говорил и действовал с совершенно беспрецедентной, с неслыханной до того властью, которая проявлялась снова и снова в самых разных ситуациях. Когда он исцелял больных, ему приходилось иметь дело с бесами, и он изгонял их быстро и решительно, одним словом. Люди этому поражались, и они говорили, что это новое учение и такая власть за ним. Он приказывает даже нечистым духом, и те ему подчиняются. А сам Ешу указывал им на прямую связь между его властью и приблизившимся царством. Если я изгоняю бесов духом Божьим, тогда царство Бога пришло к вам. Его учение также явно отличалось от учения книжников и фарисеев. Чем именно? Властью. Люди были потрясены тем, как он учил, поскольку он наставлял их не как учителя Торы, но как человек, сам имевший власть. То есть разница была не столько в содержании, в контенте, сколько в подаче материала, если так можно выразиться. Ученые-современники Ешуа, о некоторых высказываниях которых записаны в Талмуде, подкрепляли свои слова авторитетом предшественников. То есть более ранних учителей, пророков, ну и наконец ссылались также на самый первый и основной авторитет, на самого Моше, Моисея. Адак Ешуа в Нагорной проповеди шесть раз подряд использовал поразительную формулу. Вы слышали, что сказано древним, далее цитаты из Торы, а затем он говорит, а я говорю вам. То есть он не только не ссылался на более ранние авторитеты, как это делали его современники, но и ставил свой собственный авторитет выше их всех, даже выше авторитета самого Моше. Это было нечто из ряда вон выходящее, и потрясение было совершенно естественной реакцией слушателей. Во время последнего визита в храм он тоже действовал совершенно явной и необычной властью. Сначала он выгнал продавцов скота, опрокинул столы, менял и заявил, что храм превращен в вертеп разбойников. Потом он стоял там и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Чистив храм, он совершил в нем чудеса исцеления слепых и хромых, а затем учил там народ. Все это не могло не вызвать, с одной стороны, удивления людей, а с другой очень серьезной озабоченности первосвященников, которые считали храм и все, что с ним было связано, своей собственной территорией. Поэтому они задают ему вопрос именно о его власти. Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это? Что интересно, в ответ Ешуа задал им встречный вопрос о служении Иоханана, Иоанна Крестителя. От Бога оно было или нет? А затем упрекает их в неверие, ставя им в пример мытарей, то есть сборщиков налогов, работавших на Рим, и блудниц. Поверивших Йоханану. И наконец, Ешуа неоднократно делал еще одну вещь, которую не делал ни до, ни после него ни один еврей. Он объявлял прощение грехов. Но совсем не так, как предписывала Тора. Самый яркий пример истории с исцелением парализованного, которого друзья спустили на носилках через крышу дома. Какие-то люди принесли ему парализованного мужчину, лежавшего на подстилке. Когда Ешуа увидел их веру, он сказал парализованному, смелее, сын, прощены грехи твои. Увидев это, некоторые из учителей Торы говорили между собой, этот человек богохульствует. Марк добавляет здесь еще одну фразу. Кто, кроме Бога, может прощать грехи? Мы сегодня не видим никакой проблемы в том, что Ешуа объявляет прощение грехов, потому что считаем его необычным человеком, а Богу-человеком, то есть воплощенным Словом Божьим. Однако те учителя Торы о нем, как о воплощении Божьего Слова, ничего не знали. И по-своему они были совершенно правы, потому что Тора говорит о прощении грехов в книге Левит, где описываются соответствующие жертвоприношения, которые совершает священник в храме. И в любом случае, независимо от того, совершаются жертвоприношения или нет, прощает-то, конечно же, не человек, даже не священник, а Бог. А тут что мы видим? Это трав, который объявляет этому больному прощение грехов. Кто он такой? Он не священник. Он сидит не в храме, он сидит в обычном доме. Никаких жертв и жертвоприношений в помине рядом даже нет. Да и вообще, сам больной пришел не с покаянием и не за прощением грехов его, а его принесли для того, чтобы раф его исцелил. Проблема тут налицо и очень серьезная, потому что Тора предписывала карать похулившего Бога смертью. Поэтому, если они истолковывают поведение Ишо как богохульство, что, опять-таки, вполне логично, дела Ишо плохи, с их точки зрения. Так вот, новизна послания Ишо о царстве заключалась в его собственной личности. Приближение царства заключалось в том, что, наконец-то, после многовековой подготовки, пришел царь собственной персоной. И вопрос в том, будет он принят как царь или он будет отвергнут. Однако, принятие его как царя означает отказ от собственных претензий на царство. И проще всего, кому это сделать, отказаться от собственных претензий на царство, это проще всего сделать тем, у кого их и так нет. То есть, детям и людям, которые очень ясно сознают собственные грехи. Однако, религиозному истеблишменту это было очень трудно, почти невозможно. Им, седобородым, иерусалимским ученым, мужам, нужно было смириться перед провинциальным галилейским неучем, которому едва за 30-то перевалило, вот недавно вроде как. И не просто смириться, а стать его учениками. То есть, снова сесть за парту. И рядом с кем? Рядом с этим невежественным, грешным, проклятым сбродом, который следует за ним. Нужно было, как сказал Раф Шауль, как он написал, «отказаться от всего, исчесть все свое богатство за ссор, для того, чтобы приобрести мессию». Это было уже не просто чересчур. Это был подрыв самых основ, существовавший тогда в Израиле религиозной системы, в которой те люди занимали руководящие позиции. Это была смертельная угроза их положения. Поэтому неудивительно, что конфликт был не на жизнь, а на смерть. И о том, чем он закончился, мы знаем из Евангелия. Он таки и закончился смертью Ишуа, но также его воскресением. О смерти Ишуа господину Полонскому, конечно же, известно хорошо. Мы надеемся и молимся также о том, что ему станет известно и о воскресении Мессии Ишуа. Поправлюсь. О том, что ему станет известно о воскресении, не слишком поздно. Спасибо. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Редактор субтитров А.Семкин